Всем привет, вы на канале ТОП ТВ. Очень часто на камеру удается снять невероятные моменты, что даже трудно поверить, что это произошло на самом деле. Начинаем! Начнем с медведя-грабителя, который возле своего леса обнаружил припаркованный кабриолет. Он сначала испугался машины, что подъехала и начал убегать, но потом решил вернуться и продолжить грабеж, ведь самое ценное еще было внутри. Это автомобильный холодильник с продуктами. Это был для него настоящий джекпот. Съев все самое вкусненькое, медведь решил опорошниться прямо с автомобиля. Это просто жесть. Но даже если у вас не кабриолет, хитрые медведи научились открывать двери. Этот наглец лапами открыл дверцу машины и запрыгнул внутрь. Дверь машины за ним закрылась. Перепуганный владелец подбежал и открыл пассажирскую дверь, после чего медведь выбрался и ушел. Это невероятный момент. На рыбалке был заснят рыбаком Джеффом в Западной Австралии. На удочку он поймал молодую черноперую акулу, но у поверхности воды ее схватил голодный крокодил. Рыбак не стал дразнить или мучить крокодила и, максимально потянув хищника к себе, разрезает леску, оставляя акулу зубастому наглецом. А вот очень эффективный способ избежать смерти от зубов хищника. Можно просто прикинуться мертвым. Вот еще одна циркачка, которая пытается удрать, кувыркаясь. Этот момент был заснят возле какого-то местного кафе. Уличный пес зашел на территорию злобных котов, которые сразу же атаковали его всей бандой. Кошки сразу поняли, что им не нужен лишний рот на их точке. Они по очереди набрасывались на бедного песика и прогнали подальше. Дальше рыбак из Калифорнии, который заметил, как по воде к его лодке приближается какое-то крупное животное. Это оказалась пума, и она плыла точно в его сторону. Пума оказалась очень агрессивной и могла поранить рыбака, так что он был вынужден защищаться веслом. Тактика сработала, пума уплывает и удачно выбирается на берег. Практически у каждого животного есть свой защитный механизм, с помощью которого оно защищается от хищников. Североамериканская свиноносая змея, также известная как змея-зомби, имеет необыкновенную тягу к актерскому ремеслу. Шутки шутками, но когда она чувствует угрозу, то сначала пытается запугать нападающего. А если это не получается, то эта прирожденная актриса просто переворачивается брюшком вверх и притворяется мертвой. Следующий момент заснят на Гавайях. Даже не верится, что мурены умеют так охотиться на крабов. Хищница, как змея, вскарабкалась по прибрежным скалам и залезла в нору. Но ловкому крабу удалось выскользнуть и убежать, а мурена, несмотря на всю свою хитрость, осталась без добычи. На этой записи с камеры видеонаблюдения видно, как обычный домашний бык проходил мимо припаркованной машины. Непонятно, что именно ему не понравилось. Возможно, он видел свое отражение в стеклах этого автомобиля, но он нападает, бодается головой и даже пытался перевернуть машину. После таких свирепых атак автомобиль выглядел ужасно, и ремонт обойдется очень дорого. А вот еще один злой домашний бычок, которому не понравился автомобиль. Даже не верится, что у него столько силы, а ведь он приподнял задние колеса почти на метр от земли. Хитрый пёс-пастух не намерен бегать за овцами, он просто оседлал одну из них и теперь просто отдыхает и катается. Следующий веселый момент показывает, как слон напал на соперника, но на самом деле это была скульптура с огромными пивнями. Трудно представить, что подумал слон в этот момент, когда он одним толчком положил своего противника на лопатки. Но он спокойно посмотрел на все это дело, развернулся и ушел. В южной Дакоте охота на индейку двоих друзей приняла поистине необычный поворот. Пока друзья бродили по лесу, они наткнулись на совсем свежие следы большой кошки. Они не придали следам значения и продолжают идти вперед. Дальше они обнаружили то, что заставляет их реально волноваться. Ту же оленя, вокруг которой повсюду были следы пумы. Еще через несколько сотен метров они увидели и самого хищника, смотрящего прямо на них. К счастью для друзей, пума приняла решение убегать и быстро скрылась за холмом. А вы знали, что есть гриб-паразит под названием кордицепс однобокий? Обычно споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прорастают внутрь его организма. Гриб заставляет муравья-зомби забыть о своих нуждах и полностью починиться паразиту. Пораженные муравьи уходят из своего муравейника и начинают подыскивать самое благоприятное место для жизни своего хозяина. Именно в этом и состоит главная цель кордицепса. С помощью муравья добраться до лучшего места, где он смог бы продолжить расти. В интернете гуляет множество картинок с невероятными сражениями и нападениями косаток на акул. Но давайте узнаем, так ли это на самом деле. Вот кадры, которые были сняты у побережья Коста-Рики в первом мире. Три косатки охотятся в одной команде. Они заставили запаниковавшую акулу подняться на поверхность, измотали и кусали ее заплавники. В конце концов, косатки съели ее до костей и исчезли в океане. А вот случай из Индии. Тут слону не понравился маленький грузовик, и он решил его просто перевернуть. А этот слон напал на автобус на юго-западе Китая. Сначала он использовал автобус как большую чесалку для своих боков. А потом решил посмотреть на себя в зеркало и случайно разбил лобовое стекло. Это очень хитрый котенок. Он решил совершить побег из своей стеклянной клетки в магазине. И все ради того, чтобы поиграть за своим другом-щенком. А вот и момент охоты двух гепардов, которые преследуют небольшую стаю импал в Южной Африке в парке Крюгера. И вот один из хищников почти догнал свою добычу, но испуганное животное на полной скорости врезается в автомобиль с туристами. И хотя от такого удара она могла погибнуть, но это на самом деле спасло ей жизнь. Гепарды испугались машины и туристов. А с импалы после удара кажется все хорошо, она просто уходит. А вот драка двух сумасшедших кукобар за ящерицу. Момент заснят в Австралии. Повар ресторана услышал на улице шум и когда выглянул, увидел на антенне, как две кукобары держались за одну ящерицу. Причем одна птица просто висела. В таком состоянии птицы провели около четырех минут и никто не хотел уступать вкусную добычу. В конце у птицы, что сидела на антенне, кончились силы и она отпустила ящерицу. Тактика в висячей птичке сработала. В национальном парке Секвоя путешественник Брайан со своим другом на узкой горной тропе встретились с горным львом всего в нескольких метрах. Несмотря на страх, Брайан понял, что такая встреча выпадает одному из миллиона и решает поближе посмотреть на хищное животное. Мужчина начинает медленно идти по тропе, но он никак не ожидал такого поворота событий. Не зная, что делать дальше, они просто замерли от страха. Их как будто парализовало, ведь Пума была явно готова к атаке. Перебрав страх, друзья начали медленно отходить назад и покинули опасную территорию горного хищника. А это видео отважных альпийских коз быстро стало очень популярным. Словно нарушая гравитацию, козы спокойно пасутся на отвесной стене. В городке Апьемант расположена знаменитая плотина Синджино. Она была построена еще в 1920 году. Ее высота составляет 49 метров, а наклон почти 90 градусов. Именно на этой практически вертикальной стене беспечные козы спокойно передвигаются, цепляясь за крошечные выступы. По словам местных жителей, козы уже давно облюбовали эту дамбу. Оказывается, на материалах, из которых была построена стена, выделяются полезные минералы, и козы ходят по крошечным камням, слизывая соль. Кроме того, здесь растет питательный вкусный мох, который также привлекает животных. До встречи!